Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Марии Шмотковой, кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! Сегодня продолжаем говорить о работах в августе и, внимание, сегодня уделим тыквенным культурам. И тыквенным, и всем овощным, которые у нас растут в теплицах в открытом грунте, потому что август – это как бы месяц, который завершает их плодоношение. И в августе, конечно, делаю еще очень много на грядках. На грядках в теплицах нужно и все собирать, и заготавливать, и перерабатывать. Кроме того, нужно ухаживать за растениями, нужно их поливать, кормить, обрезать, бороться с вредителями и болезнями. В общем, работ хватает. Август – последний месяц, лето, и как всегда лето оказалось очень коротким, быстро заканчивающимся. И хотя сейчас еще теплые денечки, но нужно держать ухо востро, потому что август – месяц коварный. Уже начинаются резкие перепады дневных и ночных температур, холодные утренники, выпадают холодные росы. И очень часто вспышки различных заболеваний, особенно фитофтора, она только дожидается вот этого времени. Что касается тыквенных, а это огурцы, патиссоны, кабачки, тыквы, то они теплолюбивые культуры. И для них вот эти перепады температур, похолодания августовские, они на них плохо действуют. И у них такая тенденция у тыквенных, что если грунт остывает до 12 градусов, 13, они практически, их корневая система практически перестает поглощать питательные вещества. Она работает, но она не берет питательные вещества с почвы. И тогда получается, что для того, чтобы выжить растение, оно забирает питательные вещества из листьев. И очень быстро листья желтеют. И мы в августе смотрим, наши кабачки желтеют, патиссоны, листва огурцов желтеют. Как бы уже заканчивается все, наш процесс проводоношения заканчивается. Поэтому не опускайте руки. Тыквенным нужны некорневые подкормки. Раз корни не работают, бесполезно носить удобрения под корень. Будем кормить их некорневыми подкормками, по листу. Поэтому готовьте растворы. Можно взять 30 грамм суперфосфата на 10 литров воды. Растворы старайтесь опрыскивать на растение с нижней стороны листа. Потому что там устица, через которую вот эта суспензия попадет быстро в клеточный сок растений. Можно взять по 2 грамма борной кислоты, медного купороса и марганцовки на 10 литров воды и подкормить растение. Тогда листва не будет желтеть. А вообще все тыквенные нуждаются в регулярном сборе урожая. Вот огурцы нужно в августе собирать где-то через день, но максимум через 2. Когда вы срываете огурчики, зеленцы, этим вы даете толчок к новым завязям. Только начнете затягивать со сбором раз в неделю, все, урожай резко прекратится. Огурцы просто вот садятся, как говорится. Они перестают завязывать новые завязи. Поэтому часто можно увидеть еще на растениях огуречных, что у них оголяются корни. Мы же поливаем растения, ухаживаем за ними, рыхлеем, поливаем и немножко корни оголяются. Возьмите перегнои, возьмите нормальные хорошие почвы, принесите в теплицу и подсыпьте под корни. Этим вы тоже как бы растениям продлите период плодоношения. Кабачки растут хорошо, патиссоны дают урожай. Тоже их подкармливаем, рыхлим, собираем регулярно урожай, обрезаем нижние старые листья, чтобы растению был доступ света, доступ пчел для опыления. Плоды, которые лежат на земле, можно подложить картонку, фанерку, чтобы они не сгнивали. У тыквы, которые многие дачники любят тыквы, поэтому выращивают их. И вот эти тыквы, длинноплетистые особенно, их в августе нужно обязательно прищипнуть. Не радуйтесь, что такие длинные побеги дают, там маленькие завязи. Завязи не успеют вызреть. Оставьте на растении, ну, максимум 5 плодов. Остальные побеги прищипните, но прищипывайте побег не сразу за плодом, а оставляйте за ним несколько листочков, потому что лист работает на плод. Вот такие работы с тыквенными культурами у нас. Как мы ухаживаем за томатами и перцами? Томаты и перцы вступили в фазу активного плодоношения. У нас август месяц, это месяц томатов и перцев. Но собираем тоже регулярно. Пусть плоды не призревают на растении. Посынкуем обязательно. И в августе, в конце августа делаем вершкование. То есть длинноплетистые, длинные томаты мы обязательно прищипываем в верхушку. И убираем вот эти соцветия, которые там продолжают свистеть, продолжают завязывать плоды. Знайте, что вот эти маленькие плодики, они уже не вызрют. Поэтому делаем вершкование обязательно, регулярные сборы. И, конечно, следим за фитофторой. Я знаю, что многие делают профилактику. Молодцы, хвалю. Делают раз в неделю обработки растений. Этим они уходят от фитофторы. Но кто прозевал, упустил это дело. Но что делать тогда? Растения, на растениях уже идет фитофтора. Постарайтесь сохранить хотя бы плоды. Значит, зеленые крупные плоды срываем. Опускаем их в горячую воду. Промываем в горячей воде где-то градусов 50. Чтобы эта вода вот сняла вот эту, убила фитофтору на поверхности, если она есть. И обсушиваем их и уносим на дозаривание. Так мы можем сохранить плоды от фитофторы. Перцы тоже самое. Собираем их регулярно. И часто на томатах и на перцах бывает много очень тли. Поэтому взяли растения, опрыснули водой, полили. А потом взяли у марлю золу сухую и опылили вот эти растения. Старайтесь, чтобы зола попадала тоже на нижний край листа. Потому что тля, она снизу вредит растению. Она не на поверхности, а снизу. А с фитофторой боремся или раствором молочной сыворотки, или чесночным раствором с марганцовкой. То, что мы говорили на прошлых передачах, как бороться с фитофторой. Но стараемся не допустить. Как мы ухаживаем за остальными овощными культурами? Ну, овощных у нас тоже еще предостаточно. В августе мы копаем картофель. Ну, все понятно, что лучше его выкопать пораньше, когда сухо, тепло, солнечно, чем когда пойдут дожди и будет грязно, сыро. И картофель может тогда очень быстро и легко загнивать от малейшего повреждения. Выкопали картофель, просушили его не на солнышке, вот под навесом где-то. И когда закладываете на хранение, обязательно переберите. Чтобы не было больных, не было резаных клубней, поврежденных. То есть только чистый, здоровый, сухой картофель закладываем на хранение. Щавель заготавливаем. Уж то, что, а щавель несколько срезок можно за сезон сделать. Срезали щавель, полили, подкормили, он через две недели снова дает вам зелень. А замороженный щавель или консервированный, замечательная заготовка на зиму. Также мы сейчас можем посеять еще некоторые культуры. В августе посеянные они и в сентябре дадут урожай. Особенно на грядке, где был горох. Потому что голубовые, они очень хорошо, хорошим предшественником являются для многих зеленых. Горох накапливает много азота в почве. И когда после него сеешь зеленые травы, они прекрасно растут. Можно посеять и укроп, салаты, пекинскую капусту, шпинат, рукколу, крес-салат. И они дадут еще нормальный, в сентябре нормальный урожай дадут. Можно в августе делить луки многолетние. Шнит-лук, батун, слезун. Они растут хорошо 3-4 года. А потом начинается уже израстание. А зелень дают практически с весны до осени. Вы свою семью обеспечиваете луковичной вот этой культурой зеленью. Выкопали куст многолетних луков. Разделили его на 3-4 части. Посмотрели на корни. И посадили в нормальное, на другое место. В августе можно выборочно уже рвать на еду и морковь с грядки, и свеклу, и дайкон, и репу. И обязательно эти культуры поливать. Потому что если вы не будете поливать, они могут в сухую погоду зацвести, дать цветоносы. А значит это будет уже древесный корнеплод, который не пойдет в еду. Наталья Викторовна, как мы готовим хранилища и погреба? Конечно, в августе пора готовить и подвалы, и погреба, потому что куда прятать продукцию, где ее хранить. И нужно обязательно и погреба, и подвалы, да даже и в сарае, парники, все продезинфицировать. Некоторые берут для этого серные шашки. И 100 грамм брикет, его на 10 метров кубических зажигают и окуривают это помещение. Но помещение обязательно нужно закрыть, чтобы оно сутки было закрытым. А через 24 часа вы открываете и проветрите помещение. Сера она убивает многие бактерии, микробы, споры грибов. Но некоторые идут по более простому пути. Так чаще принято у нас мы обычно подвалы и погреба белим. Берем известь 2,5-3 килограмма на 10 литров воды. Получается такой рассвой свежегашенной извести. Берем кисть, щетку и густо, хорошенечко берем и потолки, и стены, стеллажи, где будут храниться банки, будут храниться ящики с овощной продукцией. Все хорошенько побелили, закрыли подвал или погреб на сутки. Потом открыли, проветрили хорошо. Ваш подвал готов для приема продукции. Парники очищайте, сараи, постройки все. Но нужно готовиться уже скоро. Скоро осень, скоро зима. Поэтому везде должен быть порядок. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Желаем удачи на вашей даче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова